Вот мы и подошли к последнему фильму, который был снят в Днепропетровске во время СССР «Санитарная зона». Выбор города для съемок понятен. Режиссер Ефим Гальперин родился 30 августа 1946 года в Днепропетровске. Автор сценария Семен Винокур. Сейчас, делая повторный обзор этого фильма, первый обзор был в 2018 году, и, посмотрев фильм еще раз, снова пришел к выводу низкопробное, никчемное, бессмысленное кино. Перестроечная халтура, конъюнктура, агония когда-то великого советского кино. Фильм полностью был снят на вокзале. И даже на крышу залезли. Все это еще во время советской власти, но уже накануне начала конца. Авторы фильма, вероятно, предвидя такой финал для страны, очень торопились, чтобы их работу увидел массовый зритель, пока события, показанные в ней, еще были актуальны. Коротко о фильме. Власти города ждут поезд мира с заморскими гостями. Цветы, плакаты, хлеб, соль и прочее. Однако, вместо десяти караваев красавицы тащат одиннадцать. Начальник ГУВД, полковник Косолапов, неухом чует, что одиннадцатый каравай с бомбой. На перроне, в ожидании прибытия поезда, выстроилась целая армия встречающих. Вот так перрон выглядел в 1990 году. Это счастье и радость в глазах людей. С приходом каравана мира наши земляки связывают все свои надежды на будущие перемены. Сегодня люди всех возрастов встречают первый поезд мира, поезд дружбы. Приближается этот волнующий миг. Встреча с делегациями десяти стран мира. Паша, лицо перекрупнее! Все знают, как выглядит управление Приднепровской железной дороги снаружи. А внутри смотрим. Пока туда-сюда возвращаюсь. Ведь это на всякий случай. Здание управления Екатерининской железной дороги было построено в конце девятнадцатого века. Неспокойно на душе. Пересчитывай. Четыре раза пересчитывай кабинет сюда. Вы сами посчитайте. Ведь только полчаса назад кто-то за эти полчаса постарался, поднес слишком. Ты у меня рембарь. Эту нарезку сделал специально, так как именно в связи с этим событием такой переполох в городе. Со встречи иностранцев слушайте внимательно. Да ну прекратите. Мы открываем наш город, потому что пороховой завод перенесли в глубинку. Теперь там закрыто. А у нас открыто. Благодаря нашему славному доблестному труду во главе с товарищем Косолаповым. А здесь килограмм? Думаю, что для молодежи надо сделать несколько развернутое пояснение, что значит закрыли, открыли. Неожиданный визит Никиты Сергеевича Хрущева в Днепропетровск в 1959 году. Представители заводов и фабрик Днепропетровска, учебных заведений и строек, жители города собрались встречать на аэродроме первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателя Совета Министров СССР Хрущева. Нес свежую струю в жизнь нашего города. Его визиту предшествовал запуск первой советской стратегической ракеты. В нашей стране производство ракет поставлено на конвейер, заявил Хрущев сразу же после возвращения из Днепропетровска. Недавно я был на одном заводе и видел, как там ракеты выходят, точно сосиски из автомата. Автомата, который выдает сосиски, в СССР не было, но Никита Сергеевич не просто так употребил это слово. В этом же 1959 году Хрущев с официальным визитом был в США, и там ему показали такой автомат, намекая на зажиточность американцев и технологический прогресс. Будучи на ЮМЗ, Никита Сергеевич сказал, «А чтобы вам не мешали работать, мы закроем город». С секретным постановлением правительства СССР в августе 1959 года Днепропетровск был объявлен закрытым городом для посещения иностранных граждан. А завод стал именоваться просто номер 586. Днепропетровцы сразу же ощутили изменение статуса. В продаже появились сосиски, те самые, о которых упоминал Хрущев. Вместо бузы стали торговать чешским будваром, старопраменом и пильзинским праздроем. Продуктовое изобилие, свалившееся на город, вызвало удивление и зависть у столичных визитеров, зачастивших в наш город. Некоторые из них надолго оседали в Днепропетровске. В 1990 году город открыли. Но вернемся к фильму. Сейчас вы увидите, как выглядел фасад нашего вокзала в 1990 году. Ну, в том смысле, в каком цвете он был. Гражданин, я к вам обращаюсь, здесь находиться нельзя, пожалуйста, пройдемте за забор, туда, пожалуйста. Туда пройдемте, мне туда, мне на электричку надо, у меня сегодня выходной дали. Ну, вы что, ты что, я три дня по две смены за рулем и на дачу еду. Меня больше всего порадовала поливальная машина. А вы обратили внимание? А это зал ожидания. Мерзкий сюжет. Вероятно, у Гальперина напрочь отсутствует чувство юмора. И как ему только поручали писать сюжеты для Ярлаша, диву даюсь. Так что, ну, что, по пассажиры, вальзал же. Сказано было, оцепить, ни одной посторонней душить только. Это же не, это, это, это не посторонние, граждане, пассажиры. На вокзале, в зоне взрыва, посторонние люди, убрать. Есть. Второй, четвертый, взвод. Стоять. Этим эпизодом Ефим Михайлович хотел максимально осрамить и унизить существующий строй. А, по-моему, обосрался сам. Еще раз посмотрите, как выглядел зал ожидания. А на стадионе 10 хлебов. Небера сам считал. А вот у Небера на стадионе все в порядке. Сколько раз я тебе, майор, говорил, главное, что? Главное, это вокзал, почта, телеграф. Это еще когда нам, баранам, было сказано, и как точно? Товарищ майор, это я. В форме! Вон! Это же так понятно. Вокзал, это лицо, ворота города, общества, страны. И если у тебя на вокзале бардак, то у тебя бардак везде. И если рвануть может здесь, то рвануть может везде. Потому что... Пекаря надо. Пекаря надо. Пекаря? Пекаря? Не надо. Иван Акимович самый уважаемый человек в городе. А вы услышали, что сказал полковник? Главное, это вокзал, почта, телеграф. Это нам, баранам, еще когда было сказано? Ну, старшее поколение поняло, кому принадлежат эти слова. Вот ему. И ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Вспомнили? А молодежь все равно его не знает. Впрочем, как и Степана Бандеру, как-то в центре делал опрос и показывал эту фотографию. Из 10 человек только 3 узнали человека на фото. По-моему, молодежь сейчас вообще ничего не интересует. Сейчас покажу, как выглядят автоматические камеры хранения. Есть ли они сейчас? Не знаю. Последний раз я там был лет 10-15 назад. Кто знает ответ, работают они или их вообще уже нет? Ну, пишите комментарий. Покажу вам также, как выглядел вокзальный туалет. Смотрите. В фильме много времени посвятили туалетным съемкам. Это я серьезно говорю. Не шутка. Что так режиссера тянуло туда? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да и фильм в целом действительно оставляет чувство запаха общественного туалета. Еще раз кусочек вокзальной площади. Где это все, что мы производим? За мной. Раз мы все здесь собрались, всем важно, кто это ест и кто этим пользуется. Давайте это спросим у простого человека из народа. Да. За мной. Любовь Полищук, красавица. Хорошо. Хоть не забыл выразить благодарность коллективу предднепровской ордена Ленина железной дороги. Сегодня, читая о послепремьерной судьбе картины, я с изумлением узнаю, что даже после высочайшего позволения из Москвы в том же 1990 году фильм был локально запрещен в Грозном, Риге, Новосибирске, Украине, Белоруссии, Узбекистане. Более того, в Днепропетровске, где картина была снята, премьера состоялась только в 2013 году. Если бы сатирический фарс Ефима Гальперина «Сенит Зон» вышел на экраны в самом начале Горбачевской перестройки, он, возможно, бы и посмешил бы публику хлестким издевательством над партийно-административно-милицейско-гибистскими порядками, показанными в истории показушной встречи на вокзале интернационального поезда дружбы. Однако в 90-х годах картина смотрелась ущербно, как уже архивный экземпляр. На фоне волны разоблачений во всех советских масс-медиа картина потеряла смелость критического прицела. И сразу же обнажились ее слабости и натяжки по части непрофессионального сценария, слабые режиссуры и прочих вещей, имеющих отношение к профессии создания кинозрелища. Если сказать коротко, дешевая дешевка. Говно огняное. Хотите посмотреть? Смотрите. А в завершении обзора важная информация. Для полного комплекта фильмов, которые снимали в Днепропетровске во время СССР, не хватает двух. Их просто нет в интернете. Небо, земля, небо. 1975 года и Пятое время года. 1978 года. Как только они появятся, сразу сделай обзор. Если они были сняты действительно в Днепропетровске. На этом сегодня все. С вами, как всегда, ваш Виталий Пескун и канал VitalWay. Свою благодарность за мой труд вы можете отправить на карту Приватбанка. Она на ваших экранах. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!